Привет, друзья! С вами Тарас Юрист и, наконец-то, я с вами. Было такое дело, чуть-чуть я приболел, этот весь вирус, который, в принципе, заболели, наверное, все мои знакомые. Кто не заболел, те еще заболеют, и везде, в принципе, все заболели. И в то время болтовня, что, типа, этот коронавирус, там как-то до Украины еще не дошел один случай и все такое, то я считаю, честно, что, скорее всего, это и есть этот коронавирус, потому что все мои знакомые, все практически переболели, заболели, болеют, лечатся и так далее. Такого, в принципе, не было никогда, и многие мои друзья, которые реально, я даже не помню, чтобы они болели, даже они сейчас заболели этим каким-то непонятным вирусом. Мое мнение по поводу коронавируса, что это все очень преувеличено, очень все вот это излишне и так далее. Как будто от остальных вирусов, от остальных болезней умирало меньше людей. Это все специально делается, чтобы забить людям мозги. Давайте вернемся к теме видеоролика. Верховный суд обязал полицию предоставлять адвоката на дороге. Как это будет, что это будет, расскажу сейчас вам о данном решении Верховного суда. В Кодексе Украины об админ правонарушениях есть статья под номером 268. Так в данной статье указано, что каждый, кто его там привлекает и хотят привлечь к админа ответственности, имеет право пользоваться услугами защитника, то есть адвоката. И человек начал обжаловать постановление полиции, ссылаясь на данную статью, на данную норму, что каждый у нас имеет право на правовую помощь, а полиция ее не предоставила в данном случае. Кстати, ссылочка на данное постановление Верховного суда, всем вам в помощь, будет в описании к моему видео. Сможете перейти и посмотреть. И что же дальше? Судились они, судились и дошли уже до Верховного суда. И тут вуаля, Верховный суд постановил все эти полицейские штрафы отменить, попросту говоря. И он написал, что адвоката нет, адвокат должен быть, полиция должна была предоставить. Все, до свидания, все неправильно. Вот по таким достаточно, я считаю, все-таки формальным обстоятельствам, отменил постановление полиции. Ну, тут, кажется, опа-опа-опа, все можем похлопать, потому что решение действительно за людей. Кроме того, друзья, я всем советую пересмотреть мой видеоролик о том, что полиция не имеет права составлять постановление, если человек не согласен, вне здания самой полиции, вне управления патрульной полиции. Ссылочка тоже будет в описании, сможете перейти и посмотреть, тоже пересмотрите. Я считаю, что вот это решение, в принципе, о том, что должны предоставлять адвокаты, оно достаточно правильное. Хотя, на самом деле, на практике неосуществимо. Потому что где там на дороге кто-то там вас остановил, где вы возьмете адвоката, откуда он там на вас свалится и так далее. Вы же понимаете, что это, в принципе, нереально. Но, вот так вот суд написал, и я считаю, здесь надо с ними согласиться. Они молодцы, они красавчики, судьи Верховного суда, ничего здесь я не могу добавить. Как это вообще на практике все сделать? Ну, к примеру, вас остановили, и вы не согласны там по какой-то причине. Полиция что-то там, они мутят-крутят зачастую, как бывает. Ну, или, может, вы просто принципиально с ними не согласны, и их ненавидите, как многие наши граждане. Естественно, надо будет указать в этих всех бумажках, которые заполняет полиция, что вам должны предоставить адвоката. Прошу предоставить, возможно, даже на отдельном листике написать ходатайство, что прошу предоставить. На вот этих их бумажках везде написать об этом. И в дальнейшем, если вы решитесь обжаловать в суд, то обязательно на это ссылайтесь. И большая вероятность, что после такого решения Верховного суда, что судьи наши, они смотрят на эти решения Верховного суда. Да уж поверьте, за вас примут решение. Кстати, если вам нужны мои платные услуги, подам ДТП, по любым судам, обращайтесь. Нужны консультации платные, тоже обращайтесь, связывайтесь по ссылке в описании. Давно, друзья, я с вами не общался посредством видеокамеры, посредством этих всех видео. Поэтому хочу еще что сказать. Смотрел я вот эти все моменты о том, что там Гончарука какой-то там подальше, другого премьер-министра и все остальное. Я вообще, честно считаю, надо Авакова назначить. Человек так хорошо вообще показал себя в этой реформе полиции. Вообще, я считаю, каждый сотрудник полиции, каждый гражданин реально доволен, я считаю, работой полиции. Так надо Авакову дать еще один шанс и может сделать его вообще премьер-министром. А еще лучше вообще президента вместо Зеленского. Зеленский, помни, Аваков отлично отреформировал полицию. Дай ему шанс, дай ему стать премьер-министром. Это, естественно, был сарказм, друзья. Далее, что еще хочу спросить, друзья. Проводил я опрос во вкладке сообщества по поводу Интайма. Все что-то там просили, видео какое-то записать, вопросы были и так далее. Я, честно, не записывал. Если вы, скажем так, настоите, напишите еще раз, что надо записать все-таки данное видео, напишите какие-то вопросы, что именно конкретно вас в связи с этим интересует, видео обязательно запишу. Это первое по видео. Второе. Тема, которая мне, я не знаю, уже годами мне ее задают, не первый год и все такое. Ответьте мне, пожалуйста. Надо ли записывать видеоролик о том, можно ли собирать хворост, собирать валежек, собирать вот эти все ветки в посадке, в лесу и так далее. Со всеми обоснованиями, со всеми законами. Тоже напишите, интересен ли вам этот вопрос. Потому что мне об этом, ну, честно сказать, не первый год уже пишут, а я данный вопрос игнорю. Кроме того, там какое-то видео мне присылали, какие-то там общественники тоже что-то об этом записывали и рассказывали. Поэтому тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, надо или не надо. А если данное видео понравилось вам, друзья, обязательно поставьте палец вверх, напишите какой-то комментарий, что Тарас излечился практически, уже случилось чудо от коронавируса, и все с ним хорошо. Поддержите меня, поставьте лайк. Прошу еще раз. Пока-пока.